МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольги Пырычкина. И сегодня в нашей программе. А у вас вся спина белая. Как еще чебоксарте шутили на 1 апреля. Ну а кому-то не до смеха сегодня в России стартовал весенний призыв. В этой девушке что-то есть. Спектакль с таким названием скоро можно будет услышать на национальном радио. Один из немногих праздников, который никогда не был признан официальной, тем не менее с успехом отмечается во всем мире 1 апреля. Одни воспринимают его как досадную помеху работе, а другие как повод повеселиться. Как относятся к первоапрельским розыгрышам чебоксарца, а также те, кто шутить обязан в силу профессии. В следующем сюжете. Согласно статистике, в День дурака примерно 70% людей готовят розыгрыши для кого-либо из своих знакомых. Мы вышли на улицу нашего города и спросили у чебоксарцев, любят ли они шутить и как они разыгрывают своих родных и близких. Ой, меня сын обманул сегодня. Он говорит, выходи-ка подъезд, я кое-что тебе привезу. Я вышла, жду-жду минут 10, ждала, а его нету. Потом звоню, а он мне говорит, мам, сегодня 1 апрель. Спрятал зубную щетку, поставил пустой тюбик. А вот как раз разыграли. А как? Что дали в смс-ке? А вот смс-ку прислали, как будто счет пополнили на полторы тысячи. У тебя все спина белая. Она повернулась и даже платье сняла. Моя подружка из рога класса. Я говорила, что у кого-то на блузке 5-0. Поверили? Ага. На самом деле вы первые, которые мне сегодня напомнили о том, что сегодня 1 апреля, с праздником вас. Нет, не разыгрываю. Хочешь, что вы разыгрываете? Ой, скорее всего нет. Потому что мы не умеем разыгрывать. А вас, кстати, разыгрывали? Сегодня нет. Участники клуба веселых и находчивых 1 апреля своей профессиональной даты не признают. День КВН все-таки 8 ноября. Юмористы считают, что праздник, он всегда с тобой, какое бы число апреля ни было на дворе. К розыгрышам в этот день относятся по-разному. Одни КВНчики берегут свой профессиональный пыл для показательных выступлений. Другие не упускают возможности пошутить над своими близкими. Шутить над друзьями люблю. Вот сегодня обзвонил человек 5, всех собрал на свои проводы вечером. Он мне скоро к армии, в армию. Потом, конечно, перезвонили через минут 30. То есть все. 1 апреля же, как так? И все. Ну, то есть поняли. А девушке позвонил, девушка заплакала, отругала, сбросила трубку. И больше я туда пока не звонил. Меня сегодня разыграли. Мне, короче, с утра ребята пришли, принесли письмо из Хогвартса. Я обрадовался, думаю, блин, уже 9 лет жду, только сегодня принесли. Вот. В итоге обманули. Сегодня утром мне позвонили с деканата и сказали, что выгоняют из института. Я не знаю, шутка это или нет, но мне до сих пор никто ничего не объяснил. Декан, если вы меня смотрите, предупредите, позвоните мне, пожалуйста, мне страшно. Разыграть друга на 1 апреля фразой «У тебя спина белая» казалось бы прошлый век. Но над некоторыми чебоксарскими КВНчиками шутят в этот день подобным образом. Банальные такие приколы, как кнопка, листок на спину. Вот такое что-то. Ну, так серьезных таких вот не было. Наши ребята постарались. Они разыграли меня так, что я даже был в шоке немного от них. Они подошли ко мне, получается, сказали, Миша, у тебя что-то упало, да? А я такой не обратил на это внимания, то, что 1 апреля получается, да? Посмотрел, а они мне такие говорят, Миша, с 1 апреля, вот это я понимаю. Мы настоящие друзья. Тем временем социологи Левада-центр провели исследование и выяснили, первоапрельские приколисты в основном студенты, домохозяйки, а также руководители. Оказалось также, что мужчины более склонны к шуткам и розыгрышам, чем женщины. А смеяться одинаково полезно всем, вне зависимости от пола, возраста и статуса. Оксана Заметина, Антон Вовк, Республика. А теперь к серьезным темам. С сегодняшнего дня за въезд в столицу Чувашии с водителей грузовых машин начнут взимать плату. Это вовсе не первоапрельская шутка. Третий год подряд чебоксарские власти дают специальное постановление, которое ограничивает движение по городским трассам. Под эти ограничения попадают все грузовые машины весом более пяти тонн. Причем нагрузка на прицепы не должна превышать шести тысяч килограммов. Автомобили взвешивают на всех шести въездах в Чебоксары. Здесь установили специальные датчики. Аппаратура с точностью определяет массу груза и высчитывает, насколько он превышает допустимые для проезда значения. Подобные ограничения в городской администрации вводят для того, чтобы уменьшить вред, который больше груза причиняют дорожному полотну. Каждый год от водителей поступает в казну более семи миллионов рублей. Потом эту сумму направляют на ямочный ремонт. Мы пытаемся защитить дороги, которые интенсивно разрушаются именно в этот период. Это главная наша задача. Большинство владельцев строительных компаний, потому что они наиболее страдают в этот период, с пониманием относятся. Но есть товарищи, которые, предположим, те, кто торгует. Вот они воспринимают это в штыки. Но это закон, мы его выполняем. Но в то же время в городской администрации сдали и список машин, которые могут заехать в Чебоксары бесплатно. В него попали автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, гуманитарный груз, мусор. Водителям необходимо предъявить документы инспекторам ГИБДД. Ограничения, подчеркивают чебоксарские чиновники, временные. Они будут действовать до 30 апреля. Уже с 1 мая в столицу Чувашии бесплатно смогут заехать все автомобили вне зависимости от того, какой груз они перевозят. В республике ощущается нехватка специалистов в техническом направлении. Хотя эта отрасль и поддерживается со школьной скамьи. Так, выпускники школ, которые сдали ЕГЭ по физике и математике на 80 баллов и выше, получают стипендию главы республики, если они продолжают обучение в Чувашии. Ну а предприятия сами находят выход из сложившейся ситуации и борются за каждого выпускника технаря. Представители Комитета Госсовета Республики по экономической политике на примере одного из предприятий изучили, как это происходит. У предприятия собственный научно-образовательный центр. Здесь могут повышать свою квалификацию те, у кого уже есть дипломы. Кто-то закончил техникум, кто-то вуз. В научно-образовательном центре по 80-часовой программе обучают релейщиков. Каждый выпускник получает сертификат, который дает ему право выполнять пуск, наладочные работы и техническое обслуживание аппаратуры предприятия ЭКРО. Центр ежегодно может готовить более 500 специалистов. Но все же с нехваткой инженеров электротехнического направления предприятие знакомо не понаслышке. На базе ЭКРО создана очень уникальная школа подготовки кадров. Тут не только подготовки, а еще и переподготовки кадров. И, как нам сегодня уже рассказали, здесь обучаются представители не только соседней регионов Российской Федерации, еще и дальнего и ближнего зарубежья. Впечатляет это, не зря ЭКРО является таким достойным, серьезным конкурентом мировых таких производителей, как АББ, как Дженеровый Электрик, как Сименс. Мы считаем, что все равно наша ЭКРО лучше. 4 апреля депутаты на парламентских слушаниях в Большом зале заседания обсудят актуальные вопросы формирования собственных доходов, консолидированного бюджета Чувашии, пути увеличения его доходной части. Начало слушаний в 10 часов. Замена в команде правительства республики. Заместитель председателя кабинета министров, министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Янковский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую именно, пока не уточняется. Исполнение обязанности руководителя министра возложено на заместителя министра Владимира Степанова. Сегодня в стране повышаются все виды пенсии. Средний размер социальных выплат увеличивается на 947 рублей и составит 6522 рубля. Увеличение пенсии по различным категориям видно в нашей таблице. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы Увеличиваются ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам и стоимость соцпакета на 5%. Страховая часть трудовых пенсий дополнительно к февральскому повышению подрастет на 1,7%. В Чувашии, по данным Республиканского отделения Пенсионного фонда России, проживает 353 тысячи пенсионеров. Ежемесячные расходы в связи с повышением пенсии в Чувашской республике с апреля возрастут более чем на 94 миллиона рублей. До конца года выплаты увеличатся на 846 миллионов. К другим новостям. На 1 апреля в России, несмотря на День смеха, назначают начало каких-либо кампаний. Например, традиционно в этот день стартует весенняя призывная кампания. До 15 июля ряды вооруженных сил планируют увеличить на 154 тысячи человек. Отдавать долг Родине отправятся и молодые люди нашей республики. Тем временем в Следственном комитете Чувашии проанализировали уголовные дела об уклонении от службы за последние пару лет и составили социальный портрет среднестатистического уклониста. В основном это сельские жители лет 22 без постоянного места работы. На иждивении так можно охарактеризовать тех, кто просто не хочет служить в армии. Практически все они в итоге свою вину в полном объеме признают, ходатайствуют о рассмотрении уголовных дел в отношениях в особом порядке. То есть таким образом надеются на снисхождение суда и надеются получить менее строгое наказание, которое могло бы им грозить за совершение этих преступлений. Максимум, который может грозить уклонисту – два года лишения свободы или принудительных работ, либо штраф до 200 тысяч рублей. За последние два года нарушители закона по решению суда пополнили государственную казну на сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следует отметить, что штраф за уклонение от армии не освобождает молодых людей от военной обязанности. В Чубаксарах накануне 550-летия города появится памятник морякам. Установить такую скульптуру в центре Чувашской столицы предложили ветераны военно-морского флота. Эскизный проект уже разработали. Пока готова, пластилиновая копия будущей скульптуры. Мастер решил изобразить памятник в виде скалы, которую омывают морские волны. Были учтены даже мелкие детали, вплоть до зеленоватых оттенков от водорослей. Такой вариант одобрили все. Для памятника морякам подобрали и площадку. Его установят в Парке Победы неподалеку от монумента воинам-интернационалистам. Вот так будет выглядеть эта территория в будущем. Рядом со скульптурой установят фонтан, фигуру артиллерийских пушек и деревянную ладью. Необходимо провести грандиозные работы по благоустройству территории. Средства на строительство памятника планируют собрать всем миром методом НИМЕ. Здесь много работы вместе и с архитекторами, и с инженерами-строителями. Предстоит очень большая работа по благоустройству этой территории. Надо будет кое-где грунт вывести, надо будет песок завести. И, соответственно, все это дело подготовить. Мы постараемся сделать, чтобы это было все достойно. Памятник занял свое красивое место. Ленинский районный суд приговорил к трем годам колонии штрафу в 900 тысяч рублей директора Чуваш-Автодора Александра Волкова. Как сообщила нашей телекомпании помощник председателя Сударина Аксакова, ему инкриминировалось хищение 43,5 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию участка федеральной трассы М7 «Волга». Чебоксарские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении серии мошенничеств. Злоумышленник представлялся работником газовой службы. К последней своей жертве, участнику Великой Отечественной войны, он приходил несколько дней подряд и похитил в итоге около 20 тысяч рублей. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. Днем в квартире одинокой 87-летней пенсионерки, проживающей по улице Магнитского, раздался звонок. Мужчина представился сотрудникам Горгаза и сообщил, что необходимо заплатить за газовое оборудование. Он два раза приходил. Он первый раз пришел, попросил у меня деньги вот за этот котел. Я отдала три тысячи ему. А на другой день он идет опять. В этот раз злоумышленник попросил денег за установку котла в новой квартире, куда потерпевший собирается в скором времени переехать. Пенсионерка отдала ему еще 16 тысяч рублей. Только после его ухода бабушка догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Злоумышленника задержали здесь же, когда он пришел за легкими деньгами в третий раз. В поле зрения полиции мужчина попадал и ранее по ряду аналогичных мошенничеств и даже был осужден. Данный молодой человек ранее в поле зрения полиции попадал. Буквально неделю назад он был освобожден из подстражи в зале суда, где получил из прав работы за аналогичные факты. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Всех пострадавших от действий подозреваемого просим обратиться по телефону 24 08 71 53 14 20 или 02 020 сотого телефона. У чебоксарцев, желающих заняться велоспортом, появится такая возможность. В столице откроются бесплатные точки велопроката с двумя тысячами велосипедов. Передвигаться по городу велолюбителям тоже станет проще. Специальные полосы на российских дорогах – подарок от правительства России. Новость об организации в чебоксарах бесплатных точек велопроката, появившаяся в сети, вызвала большой интерес у граждан. Правда, вместо того, чтобы внимательно изучить информацию и понять, что это первоапрельская шутка, посетители сайта стали обсуждать средства, выделенные на закупку велосипедов. 7,5 тысяч на один велосипед? Сколько же я потеряла в жизни? Никогда не ездила на велосипеде дороже двух тысяч. Неужели 7,5 – мало для велосипеда? Мало или много 7,5 тысяч рублей на один велосипед мы так и не узнаем. Но шутка удалась. И, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. И администрации города было бы неплохо вести специалиста по новаторству. Что касается полос для велосипедистов, здесь все законно. В стране должны появиться не только велосипедные дорожки, но и спецполосы, предназначенные только для велосипедистов. Водителям машин заезжать на них запретят. Обозначать такие зоны будут отдельными знаками и горизонтальной разметкой. Наконец-то государство сработало на опережение. Сегодня ни для кого не секрет, что количество машин в руках граждан нашей страны растет очень быстро. И все прекрасно понимают, что скоро существующая уличная дорожная сеть, она просто перестанет справляться с таким потоком транспорта. И люди уже сегодня пересаживаются на велосипеды. И то, что для них создаются условия для передвижения, конечно, это несомненно очень хорошо. Правда, теперь обладатели двухколесных друзей смогут двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, только если нет специальных зон для их движения. Детям-велосипедистам с 7-14 лет разрешено ездить только по тротуарам и велопешеходным дорожкам. Автолюбители не очень-то нас признают. И тем более, когда мы поедем на дороге, могут возникать какие-то аварийные ситуации. Так же, как и велолюбители, в принципе, тоже не очень дисциплинированные. И могут создавать какие-то опасные ситуации для автомобилистов. Поэтому тут нужно, конечно же, заботиться о культуре. Поэтому я, наверное, лично буду немножко с опаской суваться на дорогу, на велосипеде. Этот же документ обязывает водителей мопедов предоставлять водительские удостоверения, ездить в шлеме, не занимать левые и средние полосы дорог. Кстати, теперь их, так же, как и водители автомобилей, будут проверять на алкоголь. А минусы в том, что, во-первых, велосипедисты, может быть, не все будут знать эти правила, будут проблемы. А поскольку автолюбители, они на права сдают, то есть они правила знают, права у них есть. Машина с техосмотром. И плюс еще у нас по городу пробки. Это значит, будет еще больше пробок. Хорошо это или плохо, спорить бесполезно. Закон уже принят. Но когда появятся спецполосы на дорогах республики, пока неизвестно. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Евгений Анисимов. Республика. Детективы, драмы и романы можно не только читать и смотреть на голубом экране. Есть и другой способ, который для молодежи, живущей в виртуальном мире, возможно, покажется давно забытым. Речь о радиоспектаклях. С другой стороны, спектакли по радио чем-то похожи на модные в наше время аудиокниги. Мои коллеги подглядели за кулисами национального радио Чувашии процесс создания радиоспектаклей. Ольга Николаевна, кожарда. Изи, а что ты? Кузыр, пейте, казакландаради. В этой девушке что-то есть. Так называется спектакль, который готовит национальное радио Чувашии для своих слушателей. Автор комедии – российский драматург Генрих Рябкин. Артисты Чувашского драмтеатра собрались на озвучку, но она ничем не отличается от игры на сцене, а может даже требует больше сил. Главное здесь – игра голосом. Потому что радиослушатели не увидят жестов, мимики, необходимо передать все краски и эмоции словами. Иначе зритель не прочувствует, не пропустит через себя, рассказывают артисты. На радио надо обязательно чуть-чуть преувеличенно все это подать для того, чтобы зрителя заинтересовать. Потому что на сцене актер может движением все это показать, а на радио нет. Потому что радиослушатель, уже слушая ушами, сам довоображает то, что происходит там, в радиоспектакле. Именно через радиоспектакль мы знакомимся с чистым языком чувашским. Тут и литературный язык, тут такой певический язык, красивый наш, чувашский. Это только, по-моему, на радио можно услышать такой язык. Спектакль «В этой девушке что-то есть» прозвучит для радиослушателей в ближайшее время. На национальном радио Чувашии, кстати, подобные постановки на родном языке можно слушать регулярно. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Встречают по одежке, а провожают по уму. Старая истина, но неопровержимая. Эту самую одежку шьет человек, для которого профессия портной – часть его жизни. Умельцы со всей республики сражались за победу в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства «Портной», которая прошла в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Эта профессия имеет древнюю историю и во все времена считалась весьма почетной. Ведь от таланта и вкуса портных зависел внешний вид как простых горожан, так и самых высокопоставленных особ. На сегодня, чтобы быть успешным в общественной и личной жизни, необходимо стремиться создать свой неповторимый образ. Внешний облик во многом определяется фасоном и качеством одежды. Этому искусство обучают в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Здесь студенты после 9 и 11 классов учатся вышивать, конструировать и шить. Учащиеся у нас востребованные выпускники нашего учебного заведения. Мы их очень хорошо и трудоустраиваем. Они пользуются спросом на рынке труда в настоящее время. Пять лучших студенток из разных профессиональных учреждений республики боролись сегодня за звание победительницы. Последнее испытание – шить модную летнюю тунику. Я учусь в техникуме на втором курсе по профессии портной. После окончания учебы я хочу работать по этой же профессии. Я сегодня участвую в Олимпиаде и хочу занять первое место. Сегодня более 800 студентов обучаются здесь не только портному делу, но и строительному. Еще здесь готовят будущих специалистов сельского хозяйства, экономистов и бухгалтеров. Мы располагаем неплохими учебными мастерскими, лабораториями для организации учебных практик. Для организации производственных практик, преддипломных практик мы используем материально-техническую базу наших социальных партнеров. На сегодняшний день мы имеем договора более чем с 40 предприятиями Чувашской республики, различных отраслей экономики. Также ученики техникума уже более 10 лет имеют возможность проходить практику в Германии ежегодно. По итогам стажировки студенты получают сертификаты, которые дают им право работать в Европе. Это, несомненно, открывает для них большие перспективы. Ксения Кравчук, Александр Петров, Республика. Сразу после нашего выпуска в эфире национального телевидения Чувашии новый выпуск программы «Комфортный город». Понятие «комфорт» включает в себя множество факторов, и один из них – покупательская способность. Достаточно ли прожиточного минимума для спокойной жизни? Почему он превышает минимальный размер оплаты труда? Как повысить заработную плату? Журналисты национального телевидения выяснят это в новом выпуске программы «Комфортный город». Смотрите сегодня, 1 апреля, в 20 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова